привет друзья приветствую вас на своем канале и сегодня у нас окном плюс 12 хотя еще конец февраля прекрасная погода поэтому сегодня я начинаю свой сезон открытия теплицы сегодня у нас с вами много работы хочу убрать зелень которая у меня осталась еще с прошлого года пролью полностью теплицы буду вместе с вами сеять зелень это шпинат петрушка укроп в общем самые первые наши культуры которые подходят для посева в неотапливаемой теплицы также хочу показать вам свои молоденькие хвойные растения на участке буду их сегодня удобрять для того чтобы они хорошо себя чувствовали после отхода зимы и прихода весны в общем хочу их побаловать удобрить поухаживать у меня там кейбаб и ель коника ель коника чувствует себя немножко так похоже а кейбаб очень веселенький в общем общем оставайтесь со мной спасибо что смотрите меня и поехали у нас с вами много работы сегодня буду убирать вот эту мою шикарную капусточку которая аж до конца февраля доросла посмотрю и пролью сегодня если она живенько бодонько себя чувствует а вижу что она вот все заваживает бутончики возможно пусть еще до 8 марта здесь побудет а потом ее уберу буду смотреть по месту как видите у меня здесь еще достаточно живенькая петрушка но она здесь растет вместе с сорняками поэтому сорняки мне нужно поубирать и прорыхлить почву вокруг нее вот таким вот образом вот здесь вот видите сорняки сейчас пойдет тепло хотя у нас еще будут возвратные заморозки конечно же только март месяц еще не апрель и не май поэтому еще будут минуса ночью минус 6 я сейчас сею только зелень в теплицу оставляю старую убираю сорняки проливаю она у меня будет ранее оборву все вот такие вот желтенькие остатки оставлю только темно-зеленые свежие которые образовались уже после того как световой день стал длиннее вот такая вот петрушечка я ее оставляю не убираю петрушка может без проблем на одном месте несколько лет расти также мне нужно сегодня со шпинатом разобраться видите здесь какой-то вредитель на кустике поселился этот кустик я удалю прям с корешком вот такие вот корни у него мощные а остальной шпинат очень даже себя хорошо чувствует вот такой вот он пышный живенький я сегодня тоже посею шпинат так как я делаю в принципе салаты со шпинатом также люблю через блендер сделать такой себе зеленый коктейль сейчас самое время заниматься своим здоровьем зеленушки хочется организму вот такой вот шпинат у меня уже растет он будет у меня до первой первой зелени уже его можно употреблять я его уже в принципе в рулеты добавляю салатики вот чем его оставлю как видите у меня здесь небольшой участок на него отделен но сюда же я сегодня досажу свеженький шпинат другой край теплицы а здесь будет огурцы у меня ранее оставить только молодую поросль пролить хорошо тепличку и вот это вот все старенькое я поубираю вот так вот у меня еще лучок здесь растет я его трогать не буду тоже рыхлю возле него я вот тут как видите активно срываю срезаю ножничками пусть растет первым делом я разведу удобрение вот такое вот у меня для хвойных растут весна лита этой пачечки на 10 литров воды у меня здесь всего лишь видите не до конца наполнено поэтому вот так вот я и уже открывала уже использовала поэтому я на глаз им пользуюсь вот такую вот неполную ложечку я буду заниматься теплицей она как раз настоит теперь когда я углала уже лишние все теплицы хочу сейчас здесь все прополоть для того чтобы разрыхлить грунт ну и в общем чтобы лишнего убирать все 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 в общем я уже сделала борозочки для того чтобы посеять зеленушечку потому что нужно уже открывать сезончик вот такой вот укроп я посею аллигатор он по моему мне кажется самый распространенный пачка большая укроп аллигатор я буду сеять также свой любимый шпинат потому что весной это прям для меня мастхэв я постоянно делаю из него коктейли зеленые вот такой вот шпинат ремпретт f1 сею и два вида петрушки петрушка весной то что нужно очень хочется зеленушки буду сеять первым посею укропчик он быстрее всех сходит и потом в общем я прям кайфовала прошлой весной этого обилие укропа он такой прям гигантский вырастает просто плюс семян здесь идет немереное количество такие вот семена укропа сей а а а а а а а а все я уже разложила укропчик посеивая достаточно много вот такой вот участке выделила под укроп вот здесь укроп но между им я потом буду высаживать еще огурцы после того как укроп будет убираться поэтому отдельного участка я ему прям во всю теплицу не выделяю но для ранней зелени вот укропчик будет здесь расти потом буду его поливать ну что же идем к с вами петрушку сеять все буду сеять петрушечку семена здесь вообще даже обработанные уже дрожжированные что меня удивляет значит она сойдет прям очень хорошо видите вот такие вот зеленые я честно удивлена еще не видела петрушку в таком формате значит должна сойти хорошо обычно вот таких вот семян шпинат они все тоже в защитные оболочки в общем обожаю просто этого производителя семян этот интернет магазин одно удовольствие с ними работать что-то заказывать потому что очень хорошие семена очень хорошо в теплице конечно очень неимоверно жарко я просто здесь уже в бане очень жарко сейчас значит иду за водой буду поливать все свои всходы еще принесла воды налила в лейку так нужно еще подключить полив оказывается чтобы или морозный муж отключил так как он сейчас на работе обхожусь уже подручными средствами проливаю с лейки хорошо я его посеяла достаточно широко так как не хочу загрущение в том году я выделила отдельный участок в этом году я участок отдельный потери не выделяю между зеленью я буду садить огурцы чтобы были ранее поэтому посеяла шире чтобы между ними еще досаживать огурчики так укропчик я поливаю теперь буду поливать петрушечку и шпинат порастворялись прикрою сверху землей ура я сбегала за водой все свои зеленыши проливаю это уже шпинат последний так как жарко жарко и хорошо я просто в восторге до этой погоды буду катать сейчас свинулю на велике просто обалденно осталось немножко совсем воды добавлю на капусту а так сегодня всю зелень конечно срочно нужно полить ну что же все теперь эти все поросточки мои пролитые вот так вот выглядят мои посевы зелени вот такие вот поросточки пролитые сейчас я буду все это закрывать уже землей загортать и на этом будет мой посев окончен все пролью уже пора мне подготовиться семенами редиски в том году я полностью засаживала кроме зелени еще редиской всю теплицу но в этом году редиски я буду садить так просто для себя немножко так как хочу пораньше садить огурцы в этом году чтобы они больше оплодоносили и второй оборот сделать побыстрее где-то там в августе уже сеять потому что в этом году что-то поздновато я посеяла и не успела но мне отдать свой урожай помидоры замерзли ой вот прекрасное у нас небо вот я собственно добралась уже до своих елочек вот такой вот живенький кейбаб это первая его зимовка в этом году на улице вокруг я сыплю обычно опилки ему чтобы влагу хорошо держали по-моему выглядит он зелененьким здоровеньким колючка такой вот такой вот он росточком кейбаб я обожаю ношусь с ним поэтому как видите последние иголочки вижу немножко начинают жалтеть я хочу его удобрить буду проливать лечки нашим препаратом все а здесь у меня живет ель коника она как я вижу живая здоровая но конечно вся покоричневела сейчас посмотрю на нее я надеюсь что она здорово так как есть и зеленые зеленые початки выглядит она конечно очень плачевно и печально но здесь все-таки зелень есть и вот эти вот краешки зеленые в общем надеюсь что все с ней хорошо сверху пролью сегодня плюс 12 думаю что ей должно понравится и опять прикрою ее ну что ж дорогие мои друзья спасибо что были со мной я уже посеяла зелень открылась сезонной в теплице огурчики я уже тоже посеяла но они еще не сошли и это хорошо так как все-таки хоть у нас сегодня плюс 12 шикарная погода и солнце но все-таки нужно помнить что это только конец февраля и даже неизвестно какая погода будет через 3 дня поэтому я еще не спешу высаживать в грунт в теплице вот зелень оптимальный вариант уже буду конечно же подсевать редиску как только куплю семена так как в этом году я не буду голландские сеять я буду украинского какого-то либо отечественного производителя сеять вот такой вот сегодня у меня влог спасибо что были со мной удачных вам всходов хорошей вам погоды и главное будьте здоровы в это наше нелегкое время подписывайтесь на мой канал ставьте обязательно колокольчик для того чтобы не пропустить следующие видеоролики ставьте лайк если вам понравилось и просто будьте счастливы пока 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 пока